Вопрос очень удивительный. Такая ситуация. Подруга ходила к гадалке, она и нагадала три события, начало эпическое, два из которых уже сбылись. Сейчас, получается, она ждет третьего события. Может ли получиться, что третье событие не произойдет? И что потом делать? Бисмиллах, альхамду лиллах, ас-салату, ас-саламу аля Расулиллах. Передай своей подруге, если она не кается, что она становится неверующей. Пророк, ас-салату, ас-салам сказал, кто придет к гадалке, к предсказателю и поверит их, этот человек стал неверным на то, что было ниспослано пророку, ас-салату, алейхи ва салам. Как бы он неверующий. Иногда, после постановления пророка, ас-салату, алейхи ва салам, именно Аллах так сделал, что звезды, бывает, кидают. Это звезды кидают для женов, чтобы они не прослушивались. Они друг к другу поднимались. Раньше жене слушали ангелов, то, что происходило. Они приходили, рассказывали колдунам. И после пророка, ас-салату, иногда они поднимаются. Им кидают для них звезды, чтобы они уничтожили тех, которые прослушиваются. Иногда они могут что-то украться. Это слово, которое они услышали. И приходят этим предсказателям и рассказывают. Это правда, то, что случится. Вместе с ним они рассказывают, что вранье, то же, как сказал пророка, ас-салату. И когда это один случится, остальное все, то, что рассказал, тоже думает, уже правда. Из этого нельзя их верить. Кто к ним пойдет и не поверит, 40 дней намаза не принимается. Кто к ним пойдет и поверит их, этот человек становится кафиром. Меня спрашивают, что здесь не будет, что случится. Ничего не случится, нельзя это верить. Хотя даже это случилось, она всегда льет. Она кафирша. Их хокм, мы сказали, смертные казни в исламе. Как сказал Умар, алия-аллаху ана, «Хатту с сахир дарбатом бисейф». Наказание с сахира, удар мечом. Насейха делал, надзинание делал своей подруге, которая поверила, чтобы она то бы делала, оставила этот грех и не ожидала, что третий тоже будет. Аллаху аля. Шейх, можем сказать, в общем, для всех людей, которые пребывают в замешательстве из-за таких ситуаций, что, например, те события, которые случаются из-за того, что колдуны так это предсказали, это не от того, что они это знали, а потому что им рассказали джины, которые подслушали разговоры ангелов между собой с небес. Может быть, одно рассказать, вместо с ним десять, сто слов лжи. Лжи тоже рассказать. И за то, что один правильно получился, это тоже поверишь. И так же эти колдуны делают фитнес между братами и сестрой. Говорят, он тебе колдостой сделал, он тебе что-то сделал. Между с ними вражда поднимается, семейные вражда бывают. Из-за этого изначально вообще нельзя к ним подходить. Не только спросить их. Спрашивать, что будет, если не происходит. Уже было то, что должно было быть. Пошла, поверила, кафиром стала. Пусть того сделает, возвращается к Аллаху и покаяться за этот грех. Валлаху а'алам. Субтитры сделал DimaTorzok